Привет, друг! Когда ты выбираешь, во что будешь играть? На что ты опираешься? Мнения друзей? Рейтинги игровых пабликов? Советы твоих любимых стримеров? А на что опираются они? И насколько они непредвзяты. Очень часто от стримеров можно услышать такую фразу «Я переиграл в большое количество ММО игр, так что знаю, о чем говорю». Но знать и понимать – это немного разные вещи. Я знаю, что небо синее, но понимаю, что на самом деле это рассеянный белый свет, который, преломляясь в слоях атмосферы, образует то, что мы называем «синим». Иными словами, как понять, что тот опыт, который приобрел игрок, является качественным, а не количественным? Если человек переиграл в сотню игр, и все они были трешовыми однодневками, то мнению такого человека доверять не стоит. Поэтому то, на что мы обращаем внимание, должно иметь понятие «качество». Каким образом определяется качество? Конечно, сравнением. Если ты никогда не ел яблоки, то попробовав сочное и спелое, ты быстро начинаешь понимать, что такое гнилое и кислое. Но если в примере с яблоками все понятно, то как быть с играми? Ведь на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. Здесь в бой вступают различные выборки. Интерес сюжета, разнообразие боевки, красота мира и свободы перемещения. Словом, чем больше разнообразного контента предоставляется каждому из нас, тем больше вовлеченности игрового сообщества в игру. Но хочется вспомнить слова Пифи из фильма «Матрица». «Никто не знает, что будет после того, как человек сделает выбор, не поняв, из чего пришлось выбирать». Эти слова можно применить ко всем ММО-проектам, вышедшим в России. ArcheAge, Revelation, Black Desert, Bless. У каждого из этих проектов есть свое слабое место. Ахиллесовая пята или Черные пятна, называйте как хотите. От момента анонса игры ArcheAge в России и до ее официального релиза прошел почти год. За это время локализаторы напичкали игроков многообещающей информации о проекте, которая на старте лопнула как мыльный пузырь, не забыв удобрить вашу маленькую ферму отборной пачкой доната. Взлет ArcheAge можно сравнить лишь с его падением. А всему виной даже не система монетизации, не разочарований в контенте, а абсолютно глупая, бесталанная команда пиарщиков, которая не смогла преподнести проект таким, каким он был на самом деле. А на деле игру заполнили бытоводы, обрушившие цены на ресурсы, из 120 обещанных классов играбельными оказались 5.7, а отсутствие премиум аккаунта связало игроков по рукам и ногам. Если бы мейлы на протяжении целого года не сулили золотых гор для игроков, то возможно судьба проекта сложилась иначе. Сделав поспешные выводы, команда Mail.ru бросилась в другую крайность, Revelation Online. Плюсы Ревелэйшн оказались его минусами. В игре было слишком много контента. Так много, что у тебя не хватало времени на его освоение. Это дизморалит тебя уже на старте. Помножим все это на плохую оптимизацию, незавершенную локализацию и вот еще один многообещающий проект катится в бездонную пропасть. Но если локализаторы Mail.ru накосячили уже во время выхода проекта, то господа из Game.net успели еще до. Я думаю, вам не надо рассказывать о том, как люди заплатили за наборы подписочных серверов, а когда игра вышла, то локализаторы сделали удивленные лица и сказали «Мы пошутили, никакого подписочного сервера нет». Но даже после этого нашлись идиоты, которые согласились на фри сервера. Хотя были и те, кто успел отсудить свои деньги. Хвала и почет героям. И вот мы доходим до наших любимых, совершенно замечательных ребят из 101XP. Эта компания стала с Сергеем Дружко в мире ММО игр. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вот уж кто не даст всем блогерам умереть с голоду, так это они. Те, кто помнит, как начинался мой канал, знают, сколько говна было вылите в мой адрес, когда я сделал видео по Блэс. И что мнение мое проплачено. И сам-то я нытик. ФПС в игре 70, когда весь ютуб был завален роликами об отсутствии оптимизации. Когда проект закрыли, то те же самые люди, что обвиняли меня в нытье, начали ныть на своих форумах, блогах и так далее. Но почему-то, почему-то, никто не пришел извиниться. 5 ноября моему видео по Блэс исполнится год. На празднование юбилея я жду всех тех, кто орал о моей проплаченности. Ребят, приходите грызть сухари вместе. Так вот, возвращаясь к словам Пифии, я хочу заявить, выбирать не из чего. Да, у каждого из этих проектов есть свои фишки, и некоторые из них весьма неплохие. Но если учесть все, о чем я сказал выше, как мы можем получить здоровое игровое сообщество, способное анализировать, требовать и выдвигать условия, когда ему просто негде зародиться. У RuCommunity нет свободного пространства, в котором оно могло бы расти и развиваться. Отечественные локализаторы не берут качественных проектов, потому что на качестве сложно зарабатывать. Да, у нас есть World of Warcraft, но ему уже в обед сто лет будет. И он локализован лишь потому, что был одним из первых и самых успешных. И стоит не забывать, что Blizzard сами локализовывали его. Есть еще несколько качественных игровых проектов, но все они англоязычные, и вряд ли когда у нас выйдут по двум причинам. Первое, не дадут сами разработчики, понимая, кто такие русские локализаторы. Второе, не возьмут локализаторы, потому что привыкли к взрывным деньгам. Деньгам, которые они получат на хайпе от старта проектов, на продаже наборов раннего доступа, сундуках и акциях. Те единичные голоса разуму, которые я встречал в своих комментариях, уже давно утонули в толпе тотального всеверия, понимающие, что значит качество, молча ушли на западные и европейские сервера своих любимых проектов. А знаете почему? Единственное, что мы не сможем выбрать, это время. Времена не выбирают. И потому нам необходимо учиться жить с тем, что есть и как оно есть. Ни через пять, ни через десять лет. Но у нас все еще есть выбор, принимать условия игры или нет. Каким образом? Для начала перестать покупать наборы раннего доступа. Я не знаю, кто это вообще придумал, покупать кота в мешке. Но человек явно прочухал, как делать деньги из воздуха. По сути, эти наборы созданы специально для того, чтобы мы сразу приходили в игру неравными. Наборы делят игроков на отребие и элиту. Те, у кого есть возможность купить такой набор, набирают доминирование. А те, у кого нет, вынуждены этому доминированию подчиняться. Такая ситуация будет сохраняться ровно до тех пор, пока новички не настигнут упущенное, при условии, что локализаторы не будут вводить новый контент раньше, чем новички успеют догнать нрдшников. Также я предлагаю бойкотировать все эти глупые акции, которые позволяют покупать вещи, прямо влияющие на баланс. Если локализовывать игры у нас еще не научились, то брать за них бюджет маленького островного государства уже умеют. Все эти сундуки и ларцы, горящие в донатном пламени, как они желанны, как востребованы. Но я вас уверяю, что ровно до тех пор, пока вы их покупаете. Как только реки бабла перестанут течь в карманы разработчиков, они начнут думать о том, что игров готов платить за качество и равноправие, а не за возможность возвышаться над другими. Такое право можно доказать своими знаниями, скиллом и даже гуманным отношением друг к другу. Да, донат прямо влияет на социальное равенство внутри игры. Я думаю, что многие из вас видели такие ситуации, когда опытный игрок пытался победить за доначенного персонажа, но в ответ лишь падал с пары тычек. Затем в адрес донатора вылетал какая-нибудь неприветливая фраза, а с обратной стороны усмешка и обвинение в нищете. Знаете, что играя в такие игры и стимулируя карман такого разработчика, вы вносите свою посильную лепту в развитие проектов однодневок. Конечно, все это может показаться фантасмагоричным, да и вообще, что может один человек внутри огромной системы. Но вы должны понимать, что любая революция начинается с революции внутри себя. Помните, что любое пламя разгорается из маленькой искры, и каждая искра лишь усиливает это пламя. Могу ли я верить вам? В точку. Это тупик, без сомнения. Больше того, я совершенно не собираюсь помогать тебе из него добираться. Ищи выход сам. Тебе нужно будет самому решать, принимать то, что я предложу, или отвергать. Леденец? С вами был Иной. Ваша маленькая искра внутри огромного пламени. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте это видео к себе в избранные и делитесь им в социальных сетях. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok